18 апреля 2024 год уже пошла волна прогнозов уже от меня в общем мало того что россия развалится есть все признаки того что это случится куда скорее чем надеются многие то есть понимаете не просто так китай публикует вполне себе официальные карты где его граница на тысячу километров севернее проходит чем нынче да то есть на территории российской федерации нынешней я думаю что всем понятно что когда люди дойдет дело до репарации в пользу украины то такие там я не знаю республики татарстан скажут а мы тут вообще ни при чем ребята блин но отдельное государство мы в 90 там каком первом году о суверенитете принимали декларацию нас президент свой так до дальний восток скажет тоже к дьяволам что это у нас тут народу забрали погубили сколько на этой украинской войне а еще и платить теперь нет мы отдельное государство так будет начнут люди открещиваться там всякие районы и регионы и от московья останется одна московья а тут еще с этими наводнениями на ванна подходе пожары и плюс я так понимаю что помню все таки вот дадут прямо сейчас вот в мае в июне уже придет это американская долгообещанная полугодичной давности обещанную помощь так что ребятки блин перемели не просто так россияне атакуют нас идут под работе на на уралах не на мотоциклах на машинах на урала причем это урал и разгвардии то есть там уже вы видели эти черепахи вот эти на которых они танк которого облепили там эти запрос на стилом нормально у них ресурс заканчивается и это пехота уже которая себя представляет сборище наркоманов алкашей я думаю что она уже все подходит потому что своему финалу трагическому и это будет не то что там вполне возможно я учатся есть несколько людей всего которых я слушаю чьи прогнозы к всем прогнозам прислушиваясь который репутацию же имеют такую хороших прогнозистов и разговор идет мне так кажется что то может уже в этом 2024 году все закончится смысле войны с украиной что российская федерация за за этими потопами пожарами там и прочей ерундой был просто и будет не до украины и они свалят друженько а вы смотрели прогноз китайский при китайский этот ученый который именно главный специалист под россией сказал что россия неизбежно одна потерпит поражение по четырем причинам он назвал на фен фен какой-то фамилия такая фен китайский потому что украинский народ невероятно объединен по словам этого китайца что я могу подтвердить да то есть конечно кто-то сбежал но дофига народу которые здесь остались воюют убивают погибают сами таких как мы еще очень до хрена хватит не сможет то что кстати послушал еще одного типа говорит семнадцатом году тоже можно было оставить свой суверенитет но просто украинцы порешили замириться с россиянами пошли к ним на поклон коммунистическая партия украинской украины там еврейская коммунистическая партия семнадцатом году до через три года в двадцатом году замерились пошли их потом всех перестреляли конечно этих коммунистов украинских еврейских с украины ну как и Это, кстати, по поводу того, чтобы переговоры какие-то вести. Какие переговоры? Посмотрите на историю. 17-20 год существовал, да, Украина. Потом коммунисты Украины пошли на перемирие, пошли объединяться с российскими. Хотя у украинцев было больше войск, чем у россиян. Но просто украинцы решили, что да, Москва пускай рулит. Ну, дорулились уже через несколько лет там. Ну, к 37-му году их всех поперястреляли россияне. Какие разговоры, какие договоры с Россией? Вы хотите нового голодомора? Вы хотите нового Чернобыля из-за того, что криворукие вот эти вот россияне будут чем-то управлять? Вы хотите новых Афганистанов, Грузий, я не знаю, Азербайджанов, Карабахов? В этом всем будут участвовать те, кого Украина, кого Россия под себя подминает. Так что нет. Да. В общем, как-то что-то прям, честное слово, так оптимистично все в последнее время идет, что даже не верится. Но есть действительно реальные признаки того, что может это все закончится уже в 2024 году. И Российская Федерация закончится, и война закончится.